громко кричать там постоянно петь для тельца это просто невыносимый с ними всегда будет вкусно телец может проснуться 20 лет спустя а тогда будет еще сложнее что-то менять его может быть простая шариковая ручка но это его ручка и он прекрасно знает как она выглядит я просто сижу улыбаюсь потому что я точно знаю кому я этот ролик покажу настало время разобраться что это за люди какие у них основные мотивы как с ними найти общий язык как всегда мы начнем с того что люди которые выбрали родиться в этот месяц они впитывают себя в первую очередь энергию месяца а не наоборот люди те кто определяют месяц да то есть месяц первичен давай поймем сам месяц это в ходе поможет нам понять характеристику этого знака месяц находится под контролем планеты венера который отвечает за на самом деле понимание жизни и венере есть такая тенденция это планета который отвечает за любовь то планета который отвечает также за деньги что тоже лицетворяет нашего тельца до тельцы они такие любо-любо обвильные они любят многих людей несмотря на то что они верные друзья они надежные друзья потому что это все-таки стихия земли стихии земли это та стихия которая не любит меняться любит остаться в том что привычно и комфортно для нее вопросы которые касаются любых жизненных наслаждений вкусное вино хорошая еда я знаю что многие знаки любят но например овну это будет менее важно ему будет менее важно насколько вкусное вино или еда ему будет более интересная его возможность проявиться в компании а тельцам в первую очередь важно вкусную еду важны любые подарки да то есть знаки внимания для тельцов идут именно через какие-то материальные подарки это может быть бутылка вина это может быть там вкусная еда поход в ресторан это может быть какой-то не знаю новый свитер или там рубашка да они очень любят наслаждаться жизнью самый важный их мотив это желание быть в комфорте что доставляет им безопасность а для них важна именно материальная безопасность им очень важно опереться именно на материальное на деньги на квартиру кому-то на машину на работу да люди которых очень выраженные телец например в натальной карте это люди которые могут годами находиться в той же работе пока какой-то там транзит и вселенная не даст им какой-то пинок толчок чтобы поменять что-то то есть они долго могут находиться в том же самом потому что они создают вокруг себя определенный комфорт и это то что исцеляет их теперь я говорю исцеляет да почему потому что месяц тельца называется также месяц зив на иврите что значит месяц исцеления то есть в этом месяце астрологически и духовно начинается процесс омер в течение которого мы медленно но четко движемся к цели да что тоже лицет велицетворяет одну из характеристик тельца как люди которые нацелены на цель они могут быть они не бегут как овны до стремясь прибежать уже к мишени и очень часто поспешно они двигаются медленно но не двигаются очень четко что тоже выглядит со стороны как определенное упрямство это не то что они упрямые они четко знать что они хотят и они не готовы поменять свое мнение и вот эта энергия исцеления который раскрывается в этом месяце она связана именно с той чертой характера который мы видим в тельцах с возможностью действительно исцелять людей действительно создавать определенную гармонию определенное спокойствие вокруг себя даже несмотря на то что в первую очередь тельцы создает это ради своего комфорта но при этом они умеют настраивать вот эту вот гармонию вокруг вот определенные вот этого знаешь как бы положение то есть на на тельцов можно положиться это не человек который вдруг что-то у него поменяется как у близнецов о которых мы поговорим на следующем месяце это никогда не знаешь в каком настроении они стали не от тельцы ты всегда можешь на них полагаться при этом как бы минус в этом то что очень часто они застревают в чем-то и не знают как сделать по-другому и не знают и где-то местами даже не желают что-то поменять и годами будут терпеть какое-то обращение к ним какие-то неудачные разрушительные отношения даже пытаясь все как-то сглазить сказать все хорошо все замечательно есть какая-то опора основа первоначально в отношениях была вот такая ситуация он меня любит да у него сейчас непростой процесс я потерплю потерплю я подожду это все уладится но зачастую ничего не улаживается да и отношения могут в какой-то момент просто вспыхнуть на какой-то эмоции на какой-то разборке потому что телес как представитель стихии земли внутреннюю энергию в себе копит огня а телес внутренним огнем это вулкан да поэтому тельца очень сложно разозлить это такие дружелюбные ребята это очень комфортные ребята с ним очень классно с ними комфортно с ними уютно само их нахождение каким-то образом исцеляет они передают вот это вот понимаешь вот эту вот энергию стабильности да но при этом сами периодически в этом застревают в том что они привыкли делать определенным образом в том что у них диван дома может стоять там же не двигаться да потому что вот им именно нравится это они своем представлении знают что диван стоит возле этой стены и они готовы там никаких движений интересно что для таких людей а самая лучшая возможность что-то поменять в своей жизни будет начинаться с того чтобы они сделали какое-то маленькое движение то же самого дивана в своей квартире ну то есть движение их начнется трансформация да или перерождение через материальный мир через материальный мир и через ну вот дома то есть сделай перестановку дома да да расскажи мне пожалуйста чуть подробнее хотел поговорить о главной мотивации то есть вот вот об этом вот безопасность безопасность да безопасность через материальное через материальный комфорт да материальный комфорт дает им безопасность так у всех же есть мотивация безопасности Почему ты их выделяешь? Ну, у стихии воды, например, это будет больше эмоциональная безопасность, которую они получают. А для стихии воды важно не только материальное, а важно, кто стоит за этим материальным. Намного важнее. Для огня материальное менее важно. Для огня самое важное – это успех. Для стихии воздуха самое важное это сообщество, общение в нем. Им менее интересно материальный успех. Водолеи – это вообще такие люди, которые могут быть кочевниками всю жизнь. Какие они сотрудники? Какие они сотрудники? Они надежные сотрудники. Опять, тут вот понять. Конечно же, для стихии Земли, в общем, все науки, которые связаны с каким-то подсчетом, с какими-то фактами, со строением каких-то там эксель-листов, каких-то презентаций. Но тельцы, певцы под влиянием Венеры, они очень творческие. То есть, вот это вот, у них очень хороший вкус. Они, например, замечательные певцы. У них такой, знаешь, такой вот глубокий, такой завораживающий голос. Из них получаются хорошие стильцы, певцы. Из них получатся хорошие медики. Все, что связано с учебанием, да, это энергия именно этого месяца тельца. И как сотрудники, если уже они где-то начинают работать, ты знаешь, что на этого человека ты можешь положиться. Он останется с тобой долгое время, даже если ему что-то не будет нравиться. Он будет терпеть до последнего. Но тут важный момент. Лучше, чтобы он не терпел до последнего. Лучше периодически такого сотрудника вызывать на какой-то разговор, где проводить с ним какие-то, что происходит, как ты себя чувствуешь, насколько тебе комфортно в этой обстановке, насколько у тебя комфортные взаимоотношения с коллегами, да. То есть не спрашивайте тельца, что бы ты улучшил, что бы ты поменял. Ты от него этого точно не дождешься. Опять, мы говорим про солнечный знак, да. Опять, вполне вероятно, что у кого-то в карте есть какие-то другие стихии, что он будет готов к изменениям, да. Но с тельцами про изменения лучше не говорить. Можно говорить про улучшения ради общего комфорта. Да, вот это вопрос, который можно понять. Теперь, сложность с сотрудником с тельцом в том, что очень сложно его вдохновить на какие-то резкие изменения компании. Например, вся компания приняла решение переехать из России в Казахстан. Не уверена, что у нас тельц переедет в Казахстан. До него это будет очень болезненно. Потому что слишком большие перемены. Слишком много до него, да. А тельцы это не те сотрудники, которых нужно звать к себе в кабинет, если, например, кто-то начальник, у него сотрудник тельц. Они могут быть хорошими руководителями, где им нужно поддержать то, что есть на долгое время, да. Но если вы хотите, чтобы ваш тельц, даже если вы дадите ему план каких-то изменений, ему будет очень сложно. Возможно, да, возможно, если у него есть желание, возможно, но не ждите быстрых результатов. Это займет время. Это не то, что тельц вообще не меняется. Просто это очень сложно для него. Поэтому, если у вас есть идея, чтобы ваш тельц, который руководитель, внес какие-то изменения в команду, то в первую очередь это встретится с сопротивлением. Или он просто будет любезным и скажет да-да-да-да, но по факту этого не произойдет. А если действительно у него есть желание, просто не ждите быстрых результатов. То есть, это тот сотрудник, который скорее поставит на рельсы какой-то процесс, нежели чем будет его изменять. Да. И убедиться, что это будет двигаться вперед. Причем тельцы под влиянием планеты Венеры умеют очень хорошо завязывать надежные долговременные контакты. То есть, их друзья, это может быть не только друзья, которые верные друзья-люди, но даже в знакомстве они умеют расположить человека к себе, обратить его своей надежностью. Поэтому тельцы очень часто прибегают к своим знакомствам для того, чтобы сделать ту или иную задачу. Им иногда немножко сложно сдвинуться с места, но не будут знать, кому можно обратиться с этим вопросом. Ты привела такую метафору, что тельцы как вулкан. Да. И я... Если на них очень сильно надавить. Вот ты знаешь, то ли мне везло, но я не могу из своих знакомых, очень близких мне людей, не могу вспомнить ни разу, чтобы кто-то из них взорвался. А ты пытался на них надавить? Нет. Ну так тем более. Тельцы взорвутся, когда долгое время на них кто-то давит. Например, в отношениях. Когда жена постоянно пилит мужа на тему того, что не знаю, что он должен сменить работу. Ну то есть с ними такое происходит. Да. То есть если долгое время телец будет терпеть, 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 но, понимаешь, дело в том, что когда телец взорвется, нет пути обратно. Ну здесь тогда прям напрашивается вопрос, какие они как семейные партнеры. Как семейные партнеры. Тоже. Они очень надежные. Они постоянно заботятся, чтобы в доме был вот этот вот физический уют. Ну, конечно, тут я не могу сказать эмоциональный, потому что эмоциональный уют не зависит от физического. У них дома всегда будет красиво, всегда все будет со вкусом. Да. У них будет красивая мебель. Они будут покупать очень много всякого, знаешь, очень много инвентаря для дома, много красивой посуды, они будут искать что-то изысканное. Тельцы обычно очень вкусно готовят, либо они гурманы и знают хорошие рестораны. С ними всегда будет вкусно, с ними всегда будет уютно, с ними всегда будет интересно. Но про вопросы новости, изменения, политика, ну, не факт. Они будут придерживаться какого-то своего мнения. Да. Я просто сижу улыбаюсь, потому что я точно знаю, кому я этот ролик покажу. Точно это знаю. Помимо бытового уклада, надежность безусловный плюс. Ну, конечно, мы все хотим, чтобы наш партнер был надежным. Помимо этого, что бы ты бы еще здесь добавила? Какие они как муж-жена? Тонкость в том, что они не умеют выражать свои чувства по поводу каких-то даже маленьких бытовых вопросов? Вроде бы какой-то бытовой вопрос, вроде можно как-то его загладить, но оно в результате вырастает что-то более конкретное. Они находятся в таком состоянии, где они постоянно ищут вот этой гармонии и мирного покоя в семье. Им очень важен вот этот мирный покой. для них самое сложное будет обычно то, что происходит с тельцами, что у них будут дети, которые будут громко кричать, постоянно петь. Для тельца это просто невыносимо. Им нужен вот этот покой, им нужна вот эта тишина дома. Но они очень часто находятся в состоянии отрицания ситуации, с которой нужно разобраться. Это в основном будет в отношениях, где нужно прийти, о чем-то поговорить, чтобы решить какой-то может быть вопрос того, что муж что-то говорит жене, скажем, муж телец что-то говорит жене, а жена его слушает через то, что она причесывает волосы ребенку и пытается подогреть бутылку молока для какого-то другого ребенка, скажем. То есть он обидится, что его не слушают, что на него не обращают внимания, но не будет об этом говорить. То есть им очень сложно выразить, что их тревожит, условно. Да, непросто. То есть они будут делать все для того, чтобы, например, даже вот тут же такой момент, если мы говорим про семью, если мы говорим про семью, когда что-то происходит, тельцы обычно реагируют очень медленно на ситуацию. И знаешь, они реагируют в таком плане. Давайте сейчас займемся насущными делами, а потом подумаем, как решить вот эту кризисную обстановку. На самом деле определенные тельцы могут быть очень хорошие в профессии решения кризисных ситуаций, потому что они будут стремиться создать вот эту гармонию, эту устойчивость. Но первое, что они будут искать, они будут искать, за что зацепиться в компании, в которой произошел кризис, в первую очередь, за что в этой компании зацепиться, то, что осталось надежным. То есть какое-то заземление, какая-то платформа, на которую можно строить. И пусть будет несколько таких. И также в отношении, в отношениях телец тоже будет искать вот этих моментов, за которые можно зацепиться. То есть в размышлении сам собой где-то, где он обиделся, может быть, на жену, или там жена обиделась на мужа, они будут подтверждать себе том, что ну здесь же все хорошо, ну тут же как бы человек себя хорошо ведет, ну там, ну может быть там, то есть придумать какие-то отговорки, ну может быть там она была слишком занята, может быть она была не в состоянии сейчас там меня послушать. Завтра точно, то есть сами себя как уговорят, завтра точно будет все хорошо. Из-за чего с ним могут случаться конфликты? Именно из-за их молчания. Именно из-за того, что когда что-то происходит, они в общем не реагируют на ситуацию. То есть они остаются в каком-то нейтральном положении, они не встревают. То есть непонятно по ним хорошо сейчас все будет? Да, а их будут вовлекать в ситуацию, а это будет их злить, потому что они не любят давление. Как же тогда с ними разрешать конфликты? Нужно нужно постоянно постоянно как бы делать акцент на постоянной коммуникации. Постоянно, то есть вот есть какой-то вопрос, давай поговорим, давай подумаем вместе. Может быть сейчас мы не придем к решениям, давай как минимум разложим карты на столе, давай поговорим, что вот есть эта ситуация, она не совсем мешает, но она мешает, она влияет на наши взаимоотношения, на наш проект, на нашу работу, на правильное разделение доходов, ну не знаю, что угодно. Давай как минимум посмотрим, как выглядит ситуация. То есть не давя на тельца, что сейчас нужно принять срочное решение. Стараться прилагать усилия к тому, чтобы с ними разговаривать. Да, да. Чтобы выходить с ними на какой-то разговор, проясняя те или иные там какие-то моменты, которые были не очень хороши. Да. Вот. Как воспитывать тельцов? Как воспитывать тельцов? Потому что тельцы находятся под влиянием Венеры, то очень хочется здесь сказать две вещи. Любые творческие направления, да, это может быть музыка, это может быть литература, потому что у всех тельцов прекрасный голос. Самое главное это понять, что тельцы по природе они неподвижны. Да. Ну вот, понимаешь, я когда смотрю на лень, я больше смотрю это как на внутренний страх. То есть почему человек ленится что-то делать? Он не ленится, он откладывает. Он откладывает, потому что он боится, что у него не получится, или он боится, что тому не ложится в сроки. То есть есть разные причины. Поэтому сказать, что тельцы ленивы, ну можно образно сказать, что они ленивы, но есть причины, почему они что-то не делают. Потому что они просто не хотят начинать какой-то конфликт, какие-то разборки. Им приятно находиться в привычном для них месте, что как ребенок это семья, где у них есть четкое понимание, где мой угол, где мои вещи, где моя вкусная еда. Тельцы любят покушать, как я уже говорила, их сложно оттуда вытащить. И очень важно тельцов постоянно развивать, постоянно наводить их на какие-то кружки, на какое-то развитие. И для них, конечно же, будет хорошо что-то творческое, что-то рисовать, что-то лепить, может быть, заниматься музыкой, потому что они тоже проявят в этом талант. Не то, что это в результате станет их профессией, но это будет помогать им как минимум разобраться со своими чувствами, чтобы не накапливать это все внутри. Поэтому нужно постоянно им показывать, что любые маленькие изменения уже с детства, они приводят к результатам. Поэтому стоит не бояться, а стоит взяться за что-то, попробовать, увидеть, что ты что-то здесь поменял, смотри, как хорошо у тебя получилось. То есть всячески способствовать как родителю самовыражению тельца, чтобы этот человек учился выражать себя, потому что им это не просто. Их нужно подталкивать. Их нужно слегка подталкивать. Но подталкивать не силой, это телец, это земля, это с места не сдвинешь. Их нужно вдохновлять. А как можно вдохновить тельца? У нас есть ролик, кстати. Но тут как бы особенно ребенка это показать ему, что это возможно, что это просто, это не сложно. Это не сложно и это не требует от тебя чрезмерных затрат твоего усилия. Просто попробуй. Да. Очень важный вопрос, который бы тебе хотел задать, это к чему тельцы наиболее чувствительны? Хотя они этого и не показывают, судя по всему. Ну, мы все чувствительны к чему-то. Тельцы очень ранимо переживают, когда кто-то берет у них их вещи. Они, знаешь, как они срастаются со своими вещами. То есть, например, вот интересно, хочется привести пример у раков. У раков есть какие-то вещи, фотографии, воспоминания. Это могут быть какие-то детские игрушки, которые напоминают им какой-то важный период в их жизни. Как и грустный, так и позитивный. У тельцов есть все, что связано с материальным миром. Это настолько близко и важно, что это как бы срастается с ними. Например, у тельца на рабочем столе может быть определенный порядок. Первое, да? Второе, у него может быть простая шариковая ручка. Но это его ручка. И он прекрасно знает, как она выглядит. И он увидит, если этой ручки не будет на месте. И понимаешь, не дай бог, если мы с тобой эту ручку возьмем. Для тельца это как будто мы ему палец отрезали. Хотя бы это всего лишь какая-то ручка. То есть они чрезмерно опираются на этот материальный мир. Он как бы успокаивает, что вот у меня мои владения. Это такой, знаешь, как, не знаю, граф что ли, который хочет, чтобы его владения всегда остались при нем. И они очень чувствительны, когда мы что-то у них берем, берем без разрешения. Это можно быть по взгляду. Такой, знаешь, очень такой злой взгляд, если ты протягиваешь руку и пытаешься что-то взять у тельца без спроса. Очень интересно. И это действительно прям настолько сильно обижает, настолько сильно расстраивает. Да, да. Они чувствуют, что как будто у них забирают часть себя. Они срастаются с этими вещами. Какая же будет точка трансформации для тельцов? Первое, что я услышал из того, что ты сказала, первое, что я услышал, это учиться себя выражать и учиться разговаривать с людьми, хотя это непросто. Выражать свои переживания, выражать свои эмоции, не копить их внутри себя, не сглаживать все время ситуацию, что все будет хорошо, все пройдет, поедим пирожки и все будут довольны. Нет. Нужно часто сесть и нужно как минимум начать о чем-то говорить. Как ты порекомендуешь это делать, если это непросто? Мне кажется, самое важное для тельца это осознать в какой-то момент, что мы приходим сюда для какого-то определенного периода. Каждую жизнь, душа, она бессмертна, но скажем, человек приходит сюда, он понимает, что он пришел, чтобы прожить определенную жизнь. И чем больше он будет опираться на постоянное и на материальное, то оно в какой-то момент он сам почувствует, что это не будет давать ему удовольствия. Ему захочется самому начать что-то менять. Но ему будет очень сложно, потому что изменения он не любит. Но чем больше он будет оставаться в привычных условиях, тем больнее ему будет, что это его не наполняет. И вот самое важное для тельца понять, что нам дано определенное время вот в нашей конкретной жизни на этой планете, мы не хотим терять его зря. Поэтому, да, сложно делать какие-то изменения. Окей, давай начнем с каких-то маленьких изменений. Чем больше ты хочешь наполниться наполнением таким, которое не только принесет наполнение от каких-то там красивой одежды, вкусной еды, именно наполнение через дружбу, настоящую дружбу и любовь с людьми это то, что принесет намного больше наполнения на более долгий срок. И для этого как бы перед нами есть большой целый мир, и вот только задуматься об этом и каждый день делать какой-то шаг. Потому что вот чем дольше ты остаешься на одном месте, ничего не меняется, тем больше ты завязываешь в это как болото, оно приносит какое-то заземление, понимание, что вот у меня есть что-то, но оно не приносит никакого удовольствия в какой-то момент. То есть не ждать этого, потому что к сожалению телец может проснуться 20 лет спустя, а тогда будет еще сложнее что-то менять. И это все потому, что не научился выражать себя? Да. Не научился разговаривать? Не научился выражать себя, не научился видеть в каждой ситуации возможность что-то сделать, как-то рискнуть, как-то выйти из этой своей постоянства, из этого своего опоры на то, что есть у меня сейчас. Не позволяю себе рискнуть попробовать что-то новое. Может быть на той же самой работе, в той же самой области, но как минимум попробуй. Это, конечно же, принесет потом разочарование, что у меня была возможность, и мне было сложно звенуть себя с места и не получилось. Просить помощи, просить помощи у семьи, у друзей, у близких, периодически их подталкивать, показывать им, слушай, время-то идет, прошел месяц. То есть, с одной стороны, это очень стабильные, очень надежные, очень долгосрочные, очень проудовольствия, очень материальные, проудовольствия, материальные удовольствия, удовольствия с телом связанные. То есть, это еда, это массажи, это вот эта вот вся история. С другой стороны, это же является, может явиться сложностью, потому что сложно привносить в свою жизнь какие-то изменения. Изменения. Да, сложно выражать себя, потому что неконфликтные. Да. Как будто бы у меня сошлось. То есть, как бы вот те близкие, те близкие люди, тельцы, о которых я сейчас думаю, ну, прямо это очень-очень сходится, очень мне откликается. Здесь я хочу сделать маленький такой, ну, не знаю, анонс, не анонс, рекомендовать зрителям посмотреть очень хороший ролик, который ты сняла, про элементарную астрологию, где ты рассказал о том, что такое каббалистическая астрология, как она может быть практична. Прямо рекомендую очень посмотреть. И если про тельцов интересно, то можно посмотреть, ты сделала ролики, что им подарить, и какая у них суперсила, и как их вдохновлять. Там тоже очень много полезного. Вообще, подписывайтесь на канал, ну, раз тут что-то досмотрели, и, ну, если это было все интересно, там у нас очень много интересных роликов, так что подписывайтесь, нажмите на колокольчик, вот, чтобы все ролики узнавать в первую очередь. Вот так. Нихам, спасибо тебе большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok